Ну вот, едем. Локальный выход группы Дмитриева. Егор, администратор канала Маткульт. Привет. И Ваня. Идем от Дютикова на Чеховскую, через Павловское болото. Там сегодня у нас будет приключение. Круто. А этот озеро Чаек тоже? Ну, оно через стороне останется. А, не пойдем, да, на озеро Чаек? Нет, ну тогда будет немножко подлиннее. А, ну, может, и пойдем, да, посмотрим? Может, пойдем, если захотим. И ваш покорный слуга, вот, Саватан. Вот, эта электричка, она в кольцевой дороге, в ней почти никого не ездит. Вот, а вот это вот прекрасные края, по которым она вот идет. Мы еще заснимем, как мы будем выходить на Дютикова. Сейчас Истра будет. Будет мост через Истру, там сигают сягачи. Сягачи на этих, на пружинах или как их там, на тросах. Вниз, джамперы, да, вниз головой, бах, прям, почти до Истры. А сейчас Истра широкая, большая, она так разлилась. Мы едем на Истры приехать по кольцу. Нормально я успел залезть. И одного вообще, никаких, никаких, ни одного этого сада. Сейчас будет. Ну, вон она, река, вообще, смотри. Видишь, какая высота тут? Высота большая. Я вот отсюда прыгаю. Я отсюда прыгаю, представляешь? Ну да. Нет, ну это еще не самое высокое место, откуда прыгаю. Ну понятно, наверное, ездить. Я смотри, не начинаю. Я вам говорю. Поконент такой грязный. Ну что, когда близко подносишь, то хорошо. Долина Истры. Вон она, река. Здесь здорово. Не все еще застроили. Есть еще живые места. Природные. В этих электричках уже давно ездят все бесплатно. Потому что не рентабельно держать билетера. Зарплата билетера будет больше, чем все его сборы за месяц. Да. Так, ну вот, мы выходим на дорогу. По которой в ту сторону Савина-Старожевский. Но вот он за поворотом. К сожалению, его не видно. Он очень близко. Да, буквально вот там есть чуть-чуть еще. Повернуть пару раз. Он уже на горе виден. Фантастически красивый. Прямо на этом крепостной стене. Все как надо. Но мы в другую сторону. Мы сюда. Поселок МПС. Проходим. Проходим, да. Итак, мы находимся уже практически в Дюдьково. Вот Ченатанеева. Что мы видим? Мы видим вот такую замечательную надпись на столбе. «Кто не уберет свой мусор, станет пылью». Подпись «Леший какой-то». А вот это гора. Сейчас машина проедет. Это гора. На нее лишь любил забираться Левитан. Это Черный Кофе, если что. Группа Черный Кофе. Варшавский, да. Ты скажешь, что это гора. Они называли между собой Олимпом. Олимп. Гора Олимп называется. Вот. Танеев и Левитан называли ее Олимп. На нее Левитан поднимался для вдохновения. Вот. Продолжаем экскурсию. Здравствуйте. Добрый день. На Черный Кофе, кстати, обязательно обратите внимание. Правда, великая песня у них, пожалуй, только одна. Вот эта. «Деревянные церкви Руси». Или как она называется? «Владимирская Русь». Но есть еще несколько прикольных песен. Это, конечно, не ария, но тоже неплохо. Так, вот река Старошка. Так, вот мы входим в деревню Дючково. Ну, в общем, это гора Олимп. Она заросла. И от этого перестала быть наблюдательным пунктом для Левитана. Ну, это все только. А еще он, к сожалению, умер уже. Так, надо туда, но чтобы пройти не музей. Мы сейчас здесь пройдем. Да, да. Крюк небольшой. Здесь в музее. Если мы поменялись, я думаю, он закрыл. А, в музее Танеева. Да, в музее Танеева. Там, я думаю, что и вот здесь кирпич должны быть. Вот. Вот видите, современных коттезов, видите, вот таких трехэтажных, кирпичных. Нет, да. Да, здесь приятные домики. Или старые деревенские, или такие дешевые, относительно дешевые. Очень зато симпатичные. Посмотрите, какой балкончик. Как приятно, да, на нем посидеть и почитать Айрленда Роузена. Классическое введение в современную теорию чисел. Вот. Будь у меня такой балкончик, я бы этим и занимался. На нем. Ну, правда, у меня есть такое, только на Байкале. В этом году просто не доехали. Я там тоже с видом на... На Байкал прямо, да. На Байкал. Да, да, там шикарный балкон с видом на Байкал, на котором приходят в голову разные математические идеи для лекций. Ребят, вот это уже место, где они, друзья, собирались, они здесь тусовались. Вот сам музей. Во-вот, вот тут собиралась интеллектуальная компания художественная, да. Вот, смотрите. А это вот тут лошадь побывала, оставилась в селе. Сразу следующим словом за Томеевым, Левитаном. А вот прямым, большим, да. Черезапетовый, да, что в один ряд поставил. Да, вот панковская сочность, конечно, ее трудно. Вот центральная улица. Ой, какие изразцы, ну, ой, эти самые, как их называются? Наличники, да? Да. Выреза. Обалдеть. Вот здесь замок. А, вот и Таней. Ну ладно, вот музей Танеева, да. Музей Танеева в Дитькове. Сними сайт, чтобы люди зашли. Да, вот, 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 да. Приходите сюда. Поедете по супердороге вот этой, где в Московской области низкие платформы. А, ну отменены до 14 июня, но это уже все, все уже вменено. Уже все вменено. О, классный. Вот из такого колодца мы сейчас берем воду. Вот там в СНТ лесное, где живем. В Снигирях. Ох, какие домишки классные. И даже вот такая горка для детей. Правда, сломанная. Табличку сними, вон, посмотри. А, вот здесь он жил. В этом доме с 1906 года. Жил и работал до 19 июня 15-го года. Скончался в выдающейся... А, он так и не дожил до событий, да? Он так и не дожил до событий. Умер раньше. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Идем дальше. Это, наверное, его потомки, да? Может быть, внучка. Ну, не факт. А здесь музей там, а здесь музей там, какой-то виды крупный сохранивший дом. Может быть, они там вместе тусовались, а жил он конкретно здесь. Ну, да, может, это внучка просто его, например. Я бы тогда знал, я читал все об этой деревне. Просто бывший хозяин, ведь это же не его собственный дом. Он там типа арендовал. А, понятно, понятно, да. Он приезжал на лето как дачник. Приезжал как дачник, понятно, да, каждый раз снимал. Вот, ну, тут по полгода, может быть, жил. И умер здесь. И умер здесь, да. А жил в Москве, да, так вообще-то? Ну, точно не могу, не могу тебе сказать. Ну, здесь, конечно, да, для музыки вдохновения больше, чем в Москве, уж пожалуй. Ну, лично, лично. Вот, здесь отдыхают на паренке с ребенком. Ну, сейчас уже начнется в километрах на 15-20, никаких населенных пунктов, так что извините, ребята. Сейчас начнется настроение. Очень хорошо. Мы же, в общем-то, не за музеями, на самом деле, пришли, а по это, поуставать как следует. Как пружина, пружина. У меня модель есть соответствующая, математическая модель того, как это происходит. Когда я долго не хожу в большой поход, у меня напрягается внутри какая-то большая-большая пружина. Вот эта пружина, она все, и поход это ты ее отпускаешь, она так бизжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж она как бы не волновалась что я время от времени ухожу на весь день зачем какая-то физическая модель психологическая я например у меня как будто знаешь тяжесть какая-то так 1 то же самое просто другими словами безусловно там нет физически внутри какой-то пружины это конечно да там ничего не внутри это называется шило в жопе если вот физи совсем фортально физическую модель она называется шило в жопе она ничего не обьяздает потому что непонятно почему шила вырастает вот в чем суть его вырастания а вот вот эта психолога математической модели новetzt хорошее вот вот то что влани говорит очень правильно да то есть голова перестает работать мысли не приходит не охота никаких роликов записывать а ведь народ ждет роликов а раз народ ждет роликов значит народ требуется чтобы я ходил поход косвенно то есть требую я но получается что в результате требует фактически народ потому что если они будут ходить то роликов не будет вот вот я объясняю всегда так главное иметь четкую модель своих действий вот как бы к модель который ты объясняешь другим чтобы никто не при да 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 нет вообще цель как бы цель жизни человека это жить так как он хочет и делать чтобы никто не придется за это вот вот есть это кратко объяснить вот суть до суть существования я сейчас философства да но на самом деле в этом что то есть на мой взгляд то есть любой человек хочет прожить так как ему хочется свою жизнь но он упирается в желание других людей к нему при его цель чтобы никто не то он он и и и и выполняет всю жизнь пытается вот этого добиться в смысле снятия пружины никаких а нет алкоголь но я от него отказался да да а я понял я понял я понял и понял да то есть нужно объяснить почему там например вот я скажу в походе да когда я ходил огромный похода водил народ и все там понятно занимаются сбором дров остановкой палаток до разведением костров приготовлением еды да а я никогда ничего не делал но вот нужно как-то объяснить почему я это делал да то есть ну как бы это тоже важная задача ответ простой я руководил добрый день ответ такой я руководил я объяснял что любые действия физически которые делаю я же не пётр первый говорил я это пётр первый от того что он там сам лично корабли таскал умер 45 лет не значит ни за что не про что ну и как бы это ему явно мешало ну на мой взгляд мешало а настоящий руководитель он должен просто сидеть с бумажкой расписывать то что делает так как походе было огромное конечно народу там я водил походы до 43 человек у меня был максимальный поход 43 человек под руководством были там была очень сложная система организации были прямые заместители которые могли по шее там давать в общем так у них были большие полномочия это такие опричники были но вот в последний раз это было в 2009 году я водил народ на на эти самые на шумак нет байдаршный самый большой меня 28 человек ходил на тумчу флотилия там тоже были такая была очень твердая система разветвленная система руководителей вот это же там я ничего никогда не делал я просто сидел с бумажкой и все планировал все 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 и такой же метод я перенес на аршан а еще лайфхак такой даже если ты не руководишь если у тебя в руках гитара то тебя просят петь а если ты поешь ты уже не можешь не каны таскать с водой не готовить да и получается так что как бы вот ты поешь а все остальные с удовольствием из-за этого работают березы растет из ямы о классно как мы идем прям по полю вот это да 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 ой а подожди а ты видишь что на ней железные прутья железные ступени береза в которую вот вот и железные ступени вот вот сейчас я по философствовал и вот железной дороге мы говорим до свидания я наверно время выключу да уже камеру сейчас будет просто вот так все все время а заряда у нас не очень много поэтому наверно наверно мы сохраним для каких-то других дел продолжаем репортаж тут очень классная тропинка прорубленная в буреломе какими-то добрыми людьми давным-давно в том числе и ванины тоже пропила здесь есть вот ваня впереди идет показывает нам дорогу спуск в какой-то враг да о как клёво о как клёво не мокра скользко да небольшой овражек вот так вот вот так вот идем сквозь леса куда-то да она а нет вот сюда меня туда на эти троп в тропке всегда надо смотреть на дно как бы на дно трава да да какой овраг овраги 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 во напролом через крапиву шортах фигачу ну что крапива крапива это полезно нет это бензак вот здесь прогулки саватеева часть 5 до бурелом московский нет я не могу себе отказать в удовольствии этот мелкий овраг я перейду вот так не надо 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 это это на видео это будет смотреть очень много народа будет очень красиво снято на пленку вот видишь как вот там где далеко внизу идет тропа но я не могу не могу это моя вторая натура поэтому я должен пройти здесь по этой березе доска да 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 давай давай ага ну что немножко здесь о давай покажем да и липкая такая свежая смола так здесь будет развилка здесь я на время тоже выключу да наверно вот мы продолжаем тему обсуждения происхождение слова и вот егора не нравится мысль что она от слова хвоя точнее нравится но егор требует дополнительных объяснений до что вот как можно в хвое надо просто представить какая у тебя ассоциация когда ты видишь елочную иголку да но если ты видишь елочную иголку ты естественно представляешь себе вполне нормально и я думаю что фрейд бы согласился а ну да 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 это правда что тут можно дойти до больших высот да а вот смотри тем временем вот я иду вот так потому что на самом деле есть только две стадии в промокании первая стадия называется промокли ноги но не промокли яйца а вторая стадия это промокли яйца и на самом деле это совершенно неважно между ними все абсолютно безразлично то есть три как бы три этапа первый этап ты весь сухой включая твои ноги второй этап у тебя промокли ноги и третий этап у тебя промокли яйца и дальше уже неважно четвертый этап это ты утонул вот и все все остальные только три разные разницы есть и вот промокли яйца я чрезвычайно не люблю и всячески этого избегаю а промокли ноги это по моему в такую погоду вот после таких дождей ну это будет совершенно неизбежно поэтому я просто сразу с этим смирился вот так что сейчас мы идем парад военной техники и летят вертолеты в огромном количестве это репетиция 24 до огонь и птицы есть нашей армии это мы близко к кубинке ну как близко к на в 20 да вообще сегодня нам круто повезло егор шнурки ничего да увидели вот такой вот припетится парада увидели вертолетов да они очень близко очень живописное место такой холмик классный ручей внизу шнурки до а у меня вот такие шнурки их соответственно завязывать не надо красная палка помеченная вот гать вот это типичная гать болотная такой вот вид мог бы быть где-нибудь в вологодской области да то есть это совершенная дичь не ним нельзя себе представить что огромный мегаполис на 20 миллионов буквально 30 километров каких-то но по крайней мере там 30 километров один сова которая уже явная часть этого мегаполиса звенигорода того ближе но он правда еще пока не потерял своей самобытности превращается тоже да 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 я тоже видел ну да вот это вот внутренний город главная да часть там просто чудно купеческая такая атмосфера вот куда то мы вышли иван нас ведет по полю теперь а это вырубка это был глубокий лес костры на и нажгли из этих по ней какой нить лесной обычай да сжечь все пни на костре чтобы леший не мешал леса вырубать у черных лесорубов есть такой обычай знаешь да все пни надо сжечь иначе леший будет им мешать да да ну да есть и рациональное объяснение у этого обычая но на самом деле это обычай я только что сам я да конечно конечно так леший лес бережет у нас главные как бы знаешь какой самый справедливый суд российской федерации страшный суд да конечно конечно также леший это самый главный ревнитель лесов от всяких бандюк лесорубов вот отсюда и обычай правда я только что выдумал сам этот обычай про сжигание я не знаю есть ли он у них я не знаком почти не с одним черным лесорубом но так не про иголки это я прочел про иголка я прочел я даже помню такая надпись . предположительно . происходит от слова хвоя указывая на она аналог с хвойной иголкой или там аналогию вот такая ворота футбольные ворота вот как папа прошли футбольные ворота тут уже другой характер и дороги уже проезжие такие да да но это еще ничего да это это терпимо об кольцо кто-то едет раньше дальних было много типа санкт-петербург адлер они объезжали москву а теперь они все сквозь москву фигачат или многие и по кольцу стало меньше поездов ходить до свидания луг снова вход в лес утра вообще дорога очень такая серьезная муравейник вот они работают тут работают работают сибири мы бы сделали так взяли бы вот так вот так об шею об лицо и не было бы клещей по крайней мере так считается что да если они покусали выпустили свою кислоту просто спрыснули на кожу как лишь не садится он этих муравьев боится очень сильно он для них якобы еда вот я слышал такую версию и они за ней не отвечаю потому что я не профессионал в этой области но ее сообщали нам сибири кто сообщал по моему р.м. или вопрос ученый может даже академик не помню или просто профессор из красноярска так здесь будет перекус я-то сам никогда не ем вне еды у меня только три еды но я с удовольствием попью водички посмотрю карту вот здесь да мы где-то в этих краях вот это поле внизу чья мяч когда речках хвощенко 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 и при том через ваш край окраина красные исходы потом выйдем как на этот трек вот сюда и пойдем на север, так, трассные всходы и трек на север Больше морковь или зелень? Ну дай листочек зелени, если можно, спасибо К сожалению не снял, как только что мы шли по морю в лесу, просто по морю с Причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде В общем мы вот шли прям по болоту, по самое, так, а это какой-то тоже такой, ух как, как тут весело Вот, и уже наверх на это вертолетное поле, как я понимаю, пойдем сейчас поснимаем А вертолетное вот там, да? Ну да, вот, 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 стартанул слева О, да, вертуха пошла Блин, я об этом не говорю Сейчас я тут выгребу некоторое количество дерьма из этих, из кроссовок Там где-то прячется автобусная остановка Одна одинокая, в чистом поле просто Ну вот уже даже ее не видно Вот так, может, видно будет Если подниму... А, вон она, вон она, вон За теми деревьями За группой берез вот этих Прячется Бедная, брошенная Автобусная остановка Да-да Но это не по нашу душу Мы им вломим, если что Да, унести нас не унесут Или просто возьмем одну Ты знаешь, если у нас на тебя 10 штук таких на понесли Да, 10 это сложно А потом я сделаю 10 классных вкусных котлет вороньих Из них Это здоровые, да, это не вороны Не, ну в общем, да, если 10 нападут, на самом деле будет очень плохо Обедаем Приятного аппетита Спасибо Вот Супчик Ну и, конечно, самое главное Что тут самое главное Вот оно самое главное Сейчас будем его жрать Что главное в жизни мужчины? Чеснок Понятно? Вот, яйца Тоже важное в жизни мужчины Ну вот, я пошел Попробую сделать так, чтобы фиаско не было Это фиаско, братан Так Вот так Давай, иди, я за тобой Смотри, не упади тут Это будет фиаско Вышла, нет Шла коза Ой, блядь Сейчас Ладно, я вообще не буду Я могу упать Хорошая ассоциация Это бобры нам тут Помоги Отгрызли, да? Да, сейчас увидим Молодцы На камеру классно снять Вот этот вот Огрыжик, как они работают Бобры Будьте добры Будьте добры, бобры Ну да, 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 уже все Каждый из них был В армии родной Не отмазался никто Что у него там геморрой Трактористы, комбайнеры Грузчики арбузных фур Это первая его взлетная Пошла, вот как он ее записал На приборе Каком-то совершенно таком Кустарном На кухне В Волгоградской области И пошло Сейчас у него там сотни песен Полные стадионы и так далее Русская дорога Да, великая песня Растеряев Игорь Растеряев На гармошке На аккордеоне, да На баяне У него не аккордеон, по-моему, баян В общем, гармошка На гармонию На гармонию, да На гармонию Фигачит Сейчас вот тут по опушке пройдем Надо искать Неявный заход Ага, надо чем Вот Так, тогда надо начинать слева, да Чтобы не пропустить Или тут точно не будет Чуть правее, да Так, будем искать вход в лес сейчас Лес этот будет уже надолго Заколдованный лес Внутри которого вдалеке есть озеро Чаек И разные другие замечательные места Совершенно знаменитые Для всех туристов Подмосковья Сейчас будем заходить в этот лес Лес чудес С севера он Омывается Москвой, Ригой Магистральной трассой Новой Ригой М3, по-моему А, Вань, не здесь, нет? Не здесь, но там как бы Какой-то такой вниз-вверх есть Береза около него такой вниз и вверх Или не в счет? Больше, да? С той стороны подходит дорога Она просто Ага Здесь вот так бы немножко Березками заредекорирована Такая Свеженькая Там должно быть Можно вообще здесь туда идти вдоль Тогда мы Не пропустим ее Потому что я знаю, там есть Старая дорога Она Большая крюка Она раздолбанная То есть мы По крайней мере По старой пройдем Сделать крюк Если даже не найдем А-а Ну там сейчас просто Мои силы Непрофессиональные Потеряем Здесь, да? Нет-нет У меня есть все Другой критерий По Это продолжение Там просики Но еще На это продолжение Не вышло А-а Как бы Это Да Топографически Понятно Вот видишь Идет прямая просика Угу Вот мы должны продолжение Прямой линии И с опушкой Угу Вот если увеличить Ну вот Где-то сейчас Где-то вот здесь Кожа близко, да? Где-то здесь, да И она будет сельчная, да? В крючке Мы дальше пройдем Ага Я бы сунулся в нее Туда вот И прошел вдоль Я понимаю Это логичнее Прямой линии По полю Ты не видели Прогал А вон Ну да С полю Это вряд ли Можно увидеть А вот Когда подходишь Оженность Хорошо заметен Так Ну собственно Это уже было Много раз Поэтому я Поэкономлю Батарею Огромное спасибо Всем Кто стал Нашими патронами А те Кто еще не стал Мы всех приглашаем Стать Записывайтесь На патреон Батарею